Здравствуйте, уважаемые зрители. Несколько дней назад судебное разбирательство по делу Ахына и журналиста Олджибая Шакира было приостановлено, так как судью, который вел это дело, задержали по подозрению в коррупции. И, в принципе, мы сегодня будем говорить об этом деле, об деле Олджибая Шакира. Ахмат Вайке, здравствуйте. Можете чуть подробнее рассказать, почему и как это разбирательство отложено, как это вообще, законно ли такое делать, потому что человек сидит в тюрьме, и его апелляцию уже должны были рассматривать, можете ли рассказать. Ну, мы узнали, дело Олджибая Шакира было назначено на 8 июля. Мы, скажем так, узнали о том, что, скорее всего, будет дело отложено уже пораньше. На самом деле, что двое судей Чуйского областного суда были задержаны по статье по коррупции, там, по-моему, дело было связано с взять на число. Вот, и когда стали уже звонить, узнавать, действительно узнали, что один из, скажем, судей, докладчик, действительно, по делу задержан. Вот, соответственно, конечно, мы поняли, что дело будет отложено, потому что за такой короткий период невозможно, да, кому-то передать, ознакомиться, состав в составе и так далее. Там, возможно, еще другие были задействованы, да, в этом деле, и, скажем, ну, до нас дошла такая информация, что и, по-моему, один из секретарей был задержан. Вот, поэтому, в принципе, ну, то, что дело было отложено, скажем так, что это, ну, это нормально. То есть, пока переназначили, пока изучили и так далее. Просто вот сегодня, буквально сегодня, вот, недавно я узнал о том, что дело назначили на 15 июля, на 10 часов утра. Так что, в принципе, как и обещали, они говорили, что, скорее всего, на этой неделе уже скажут. И вот дело назначено на 15 понедельник. Что касается, вот, подробностей того дела, где вот задержаны судьи, ну, я абсолютно не в курсе, с чем, кто и как. Вот, поэтому здесь прокомментировать мне сложно. В принципе, само по себе, как вы думаете, мне кажется, мы до этого тоже говорили про решение районного суда, который первой инстанции по делу ЛЖП1-1, насколько, по вашему мнению, это было законное решение, незаконное решение, и то, что именно ответственность, скорее всего, даже ответственность на 5 лет колонии, это насколько применимо по данной статье, и не слишком ли какая-то тяжелая ответственность по этому поводу? Да, по данному делу я уже не первый раз даю комментарий, и мы, наша позиция остается здесь неизменной. Действительно, с первых же дней говорили о том, что дело в отношении него просто возбуждено незаконно. И, в принципе, мы это установили уже в суде даже. То есть, если вы в курсе, что на данный момент сейчас возбуждено уголовное дело, и взят под стражу свидетель, который проходил по делу Улжабай-Шакира, то есть Джо Март Карабаев, бывший сотрудник Национальной академии наук, Института государственного права, который там работал и который дал свидетельские показания на уголовном деле, то есть в суде первой инстанции, где дал пояснение о том, что в день, когда был задержан Улжабай-Шакир, в кабинет, где он также находился вместе с сотрудником того же института, Дианы Шпеклова-Адаматом, пришли двое сотрудников ГКНБ, и, по сути, в течение, скажем, 20-30 минут получили экспертизу и ушли. И об этом он заявил в суде как свидетель, то есть выходатайство именно как свидетеля защиты. В приговоре первой инстанции об этом сказано, суд об этом отметил, что был такой свидетель, но судом абсолютно не дана никакая оценка, то есть показаниям этого свидетеля. Так же, как и, в принципе, не дана оценка ни, скажем, тем экспертизам, на который ссылалось гособвинение, ни на, скажем, на ту экспертизу, которую предоставила защита, то есть независимую экспертизу, у нас и такая была. И мы считаем, что приговор однозначно абсолютно незаконный, несправедливый или, скажем, немотивированный. То есть это вот приговор, где суд просто взял и указал, да, вот все, скажем, моменты, которые были связаны с тем, что это вот по факту были проведены экспертизы, да, но суд должен давать оценку по тому, как, скажем, защитой, стороной защиты было, эти экспертизы были поставлены под сомнение. Та же экспертиза, которую провел Яныш Пекову Азамат, мы ее изначально поставили под сомнение, потому как этот, скажем, научный сотрудник не имеет сертификата в соответствии на вот ту дисциплину, которую он представляет, то есть эксперта-политолога. Потому как согласно сейчас закона, да, экспертной деятельности обязательно нужен сертификат. он должен его получить. То есть деюр, он должен быть сертифицирован. Поэтому мы допрашивали его дважды. Мы были именно соответствующей организацией, которая дала формулировку о том, что он не сертифицирован, он не состоит в их реестре. То есть это один момент. Что касается, скажем, лингвистической экспертизы, то, по сути, эксперт-лингвист, Джейдегюль Семенова, она, по сути, тоже в своей экспертизе не нашла никаких призывов. Мы допрашивали их дважды, этих экспертов, дважды. Потому что у нас поменялся судья. То есть первый судья, который сейчас находится там. Вот. Возможно, теперь понятно, что и он, наверное, не сможет рассматривать. И мы дважды их допрашивали, дважды установили, что, согласно справке, он не эксперт. У него самого спрашивали о том, что состоит ли он в рейсторе, есть ли у него сертификат. На что он сказал, что у него такого документа нет. Эксперт Семенова дважды подтвердила, что никаких призывов к, скажем, каким-то действиям Олджи Байшакир не призывал. Помимо того, что приглашал на мирный митинг. Это, в принципе, нет. Вот. Соответственно, других, никаких доказательств вины Олджи Байшакира нет. Ну и, в принципе, не нужно быть экспертом. Вот, по большому счету, все подобные дела не обходятся без экспертиз. Но есть вот такие подобные дела. И вот, скажем, уголовное дело именно Олджи Байшакира. Вот там не нужно быть никаким экспертом, чтобы увидеть и понять, что нету тут никаких призывов. Нету никаких призывов ни к возбуждению вражды, нет призывов к свержению власти конституционного строя существующего. И также нету призывов к массовым беспорядкам, по которому его обвиняли. И нужно тут отметить, что вот именно абсурдность того, всего этого, в том, что его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. А массовых беспорядков ну просто не было. То есть не было не то, что массовых беспорядков, а не было даже мирного митинга, который, как правило, может перетечь в массовые беспорядки. То есть юридическим языком говоря, в его действиях не то, что состава преступления нету, признаков состава преступления. Но и события нету. То есть события не было никакого, чтобы это предшествовало. То есть насколько это обвинение абсурдно. Как оно абсурдно, честно говоря, и по многим другим делам, которые вот сейчас были возбуждены, и некоторые из них находятся в судах, а по некоторым подсудимые, обвиняемые, осуждены, и уже находятся в местах лишения свободы. К примеру, Зарина Туракулова, Ханекея Аранова. То есть все это примерно схожие дела, схожие, очень схожие по тому, как расследовались, с кем расследовались, какие, какое предъявлялось обвинение, и какие были доказательства. То есть все те же эксперты, и примерно, скажем, схожие выводы. Примерно схожие выводы. То есть где-то они более категоричны, а где-то, скажем, ну, не категоричны и, скажем, даже сыграли в пользу, да, обвиняемые. То есть по делу с Олжибаем Шакиром, вот именно лингвистическая экспертиза, она не была настолько обвинительна. По другим делам, ну, там немножко есть, да, какие-то моменты уже связанные с тем, что имеет экспертиза такой обвинительный угол. Если коротко, так обстоят дела. Из ваших слов вообще прикикает другая тема, которая еще, наверное, важно в таких делах, тем более, вы во всех судебных делах по отношению к СМИ, к журналистам постоянно участвуете, вы за этим наблюдаете, делаю экспертизы и экспертов, как Джо Марк Караваев сказал, это, скорее всего, можно ли считать, что вся экспертиза, которая проходит, именно государство проводит экспертиза, она всегда ввесла, как вы сами сказали, обвинительный тонн по отношению к журналистам, почему это происходит, как это происходит, как она должна быть, и в таких делах насколько имеет вес независимая экспертиза, которую вы, насколько я знаю, со своей стороны тоже проводите. Да, вот первые экспертизы, с которыми мы столкнулись, которые проводил, к примеру, Диана Шпекову Азаман, я приведу, и это было дело по обвинению Талая Дущимбиева, генерального директора Next TV, вот это одна из первых экспертиз, с которой мы столкнулись, это были там три бумажки, на которые, скажем, ставился вопрос, есть ли в его действиях признаки состава преступления, предусмотренного, и перечисляется статья, где он просто отвечал, да, имеются признаки состава и так далее, то есть в этих заключениях, их заключениями даже нельзя назвать, в этих, скажем, в этом документ тоже не назовешь, по большому счету не было ни, скажем, описательной какой-то части, не было ни литературы, на которой он ссылался, ни методологии, то есть ничего не было, то есть были поставлены вопросы и на них даны ответы, и вот это уже сколько прошло, наверное, два года, два с лишним, и по большому счету мы тоже, мы сейчас видим уже, что его документ, так называемый экспертиза, формировался, она уже начала называться примерно так, он уже стал подбирать литературу, методологию, описывать и так далее, ну то есть, но нам-то пришлось через все это пройти, то есть мы говорили, что эта экспертиза не может быть иметь доказательной силы, потому что это не экспертиза, то есть это просто какая-то писанина, которую бред он взял с головы и написал, и более того, до последнего момента вот именно Диана Шпекулуазама, он до сих пор пишет и дает ответы, на которые не должен давать, то есть это перед ним ставят, по сути, правовые вопросы юридические, на это уже отвечает суд, есть признаки, нету признаков и так далее, есть состав или нет, а он, по сути, вот надел на себя мантию судей давным-давно и вот идет вот этим, но ни один суд пока что не дал оценку, правовую оценку именно его заключением, его заключением, тому, как он выступает в суде, какие мы задаем вопросы и получаем, или наоборот, не можем получить от него ответов, потому что ответов-то нет, то есть потому что он абсолютно некомпетентен, если кто его выступление видел в суде, это сверхнекомпетентность и это просто стыдно должно быть и, наверное, некоторым судьям, да, просто вот на все это видите, это просто стыдно на самом деле, когда вот такой человек да, дает какие-то пояснения, показания, написал черт знает что, а в конечном итоге, в конечном итоге им приходится вложить это в основу обвинительного приговора, насколько имеет силу именно независимая экспертиза, которую вы принимаете ли суд к сведению, то, что вы сами потом заказываете и делаете независимые экспертизы? Да, вот мы делаем запрос на независимую экспертизу, суды, некоторые суды описывают в своем приговоре, что да, вот такая экспертиза проведена, но опять же не дают ей оценку, то есть у нас пока что нету, допустим, ни одной экспертизы, по которой бы суд дал бы оценку, сказал бы, да, мы не принимаем эту экспертизу, потому что, потому-то, 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 мы не можем ее принять, либо принимаем, и поэтому мы решили переквалифицировать, к примеру, да, обвинение с одной статьи на другую, ну, например, но вот этого у нас нет, то есть пока что суды уходят от любой мотивации, уходят, и мы даже иногда предполагаем почему, чтобы потом их не обвинили в заведомо каком-то, да, неправосудном решении, неправосудном приговоре, то есть вот пока обстановка на практике вот такая. Когда говорим о экспертизах, наверное, еще важно отметить то, что именно Джо Марк Карабаев, который рассказал про это, он еще сейчас, он находится под стражей по этому делу, его до 19 августа, насколько я помню, посадили в СИЗО за призыв активного неподчинения законным требованиям властей или представителей властей, насколько это для вас кажется абсурдным или что из этого теперь значит можно ли говорить о том, что теперь люди, которые говорят, что такие проблемы существуют, их тоже сажает и тот же эксперт, который, про которого он говорил, он может еще раз экспертизу написать, что да, в его словах существует призыв, да, может ли это какая-то, существует ли вообще конфликт интересов таких ситуациях. я понял вас, да, в том пределы, что мы опять же слышим, что по делу Джо Марта Тарабаева экспертом выступил Диана Шпекулу Азама. Ну, конечно, это абсурдно, но, конечно же, он должен был отказаться от этого, да, потому что Джо Марта Тарабаев по сути обвиняет его в своих показаниях. По идее, вот, скажем, до того, как Джо Марта Тарабаев дал показания в суде, он все это публично повесил на своей странице в Фейсбук. И вообще по-хорошему, если вот мы живем, как говорится, в правовом государстве, по идее и правоохранительные органы должны были же заинтересоваться, то есть, как минимум, прокуратура должна этим заняться. То есть, это же у него, он, по сути, заявил о совершенном правонарушении, преступлении, ну, то есть, на которое должны были правоохранительные органы отреагировать. Но мы видим, да, как отреагировали правоохранительные органы. Они взяли, его посадили. его привлекают за некоторые посты. Опять же, мы, Перезаг, я, честно говоря, еще не вступил в дело в качестве адвоката. Я, наверное, или завтра, или послезавтра зайду к нему в СИЗО, будем общаться, узнаю все подробности. Но, ну, никаких сомнений нет, что это за именно за то, за его посты, за его честность, порядочность, за то, что он дал показания в суде как добропорядочный гражданин. Ну, у него там спрашивали, почему он дает эти показания. И даже спрашивали, вот, я ему даже говорил, что он рискует, что могут быть последствия. Потому что, ну, вот в Риме у нас такое сейчас. Вот. Ну, он целенаправленно сказал, нет, я должен и буду давать показания, потому что мой долг, потому что я видел, я знаю, что это так. Вот. И, конечно, это очень, очень удручающая ситуация, что вот он взят под стражу, привлечен к ответственности и сидит. это очень удручающе. Если говорить вообще про все дела, которые применяются к журналистам, активистам, про эти статьи, насколько оно, почему оно существует везде и насколько это легко применимо во всех случаях. Значит, можно ли говорить о том, что каждый пост, комментарий в социальных сетях это может считаться. И такие эксперты напишут, что да, такое призов существует. В таком случае это тяжелая статья, очень серьезная статья. Почему его применяют везде? Почему его так легко применяют? Да, вот в принципе мы обсуждаем вот все эти дела вокруг примерно трех статей. 330 это возбуждение вражды, 327 это призывы к свержению власти и кондиционного строя, но есть вот статья еще 278 это уже призывы к массовым беспорядкам, к активному неподчинению власти и так далее. И вот больше применяют эту норму именно, потому что она тяжкая, то есть она начинает санкция быть с пяти лет лишения свободы и правоохранительным органам, которые возбуждают эти дела, предъявляют обвинения, а потом идут санкции в суд, не нужно по сути обвинять, не нужно придумывать какие-то вещи из-за тяжести статьи суд дает такую санкцию. Если бы предъявляли по статье 327, то там имеются санкции штрафа. По 330 тоже есть штрафа. И тут уже надо объяснять, доказывать и говорить почему, что и как, почему они ходатайствуют именно об избрании меры присещения в виде ареста, содержания под стражей. А тут не нужно ничего объяснять и суды берут только из-за тяжести преступления избирают меры пресечения именно содержания под стражей. То есть логика вещей вот такая. Из всех возможных вариантов они выбирают самый тяжкий. Да, допустим, 11 журналистов, которые сейчас судят в Ленинском районе, у них тоже эта статья 278-я, у Улджобай Шакира тоже 278-я, у Автандила Джурубикова тоже 278-я. То есть у них у всех вот эта статья. И вообще по делу, по отношению по делам, можно сказать, по отношению к журналистам, к 11 журналистам. Как вы думаете, почему оно до сих пор продолжается? И мы знаем, что не только журналисты подвергаются, есть какие-то простые пользователи разных социальных сетей, которых до сих пор мы не знаем, например, насколько распространена сейчас практика, когда привлекает ответственность за посты в соцсетях, именно не только среди журналистов, среди активистов, насколько она распространена вообще для народа? Да, вообще подобных дел стало больше, мимо нас тоже проходит много дел, оказывается, мы не можем за всеми уследить, мы не можем, скажем, ну и не все к нам обращаются, но, скажем, по 330, это возбуждение вражды, возбуждение по национальной, расовой, религиозной почве, то таких дел тоже много, но так как статья была изменена, она тоже была тяжкой, но изменили статью и внесли туда поправку в виде наказания, в виде штрафа, и вот сейчас в принципе увеличилась статистика, у меня сейчас ее нету, мы тоже, скажем, одно время следили, но перестали следить именно за этими делами, потому как 278-я вот эта, она стала намного популярнее, и просто стали людей сажать, когда, ну, понятно, что наш приоритет немножко переключился на тех, кто под стражей, ну, и, соответственно, те дела, возбужденные по 330-й, скажем, да, есть такой момент, немножко, он связан больше с межрегиональной, межрегиональной, на межрегиональной почве, межрегиональной, межконфессиональной, вот, хотя там и межрегиональную тоже добавляют, ну, хотя вот это отдельная тема, нонсенс, скажем, вот, и статистику, честно говоря, привести сложно, вот мы потихонечку с коллегами тоже сейчас и подбираем ее, запросы делаем, и вот как раз-таки хотим посмотреть на то, действительно, сколько этих дел стало сделать запрос в МВД, в ГКНБ, насколько у кого увеличились такие дела. Вы работаете в этой сфере достаточно давно, и интересный вообще вопрос, насколько увеличилось, число дел против журналистов, это с какого года начинается, можно ли считать, потому что мы до сих пор, нам журналистам до сих пор кажется, что нынешнее время это самое лучшее время для свободы слова в Кыргызстане, является ли это правдой? Ну да, это уже, скажем так, ни для кого не секрет, если, скажем, три-четыре года назад, просто в нашей практике больше именно были дела связанные, скажем, с чепсю достоинства, деловой репутацией, где подавали в суд, и это были гражданские дела, то за последние три года мы просто перепрофилировались, то есть из, скажем, юристов, которые больше практиковали по гражданским делам, мы стали адвокатами, то есть адвокатами по уголовным делам, и я так думаю, это, ну, не только наша практика, а вообще практика увеличилась, практика увеличилась, мы видим это, что, скажем, да, даже в СИЗО мест не хватает, то есть в СИЗО, ГКНБ, говорят, мест не хватает, переводят, и так далее, ну, это вот, что мы слышим, да, от наших коллег, тех же адвокатов, и, да, соответственно, процент того, тех людей, которые вот привлекаются, намного увеличился, и надо сказать, что это не только журналисты, в большинстве своем, если не брать в расчет дело по 11 журналистам, то, конечно, не журналистов больше, да, то есть это в основном гражданские активисты, активные пользователи соцсетей, блогеры, да, тоже так сложно, да, кого-то назвать блогером, пока сами не назовутся, точного определения тоже дать сложно, вот, ну, примерно, они, конечно, составляют львиную долю, я их, их намного больше, чем вот журналисты, вот, и, ну, да, вот вы как-то задали вопрос, я упустил один момент, что риски, риски, что на, любого человека, который пользуется, да, активно в соцсетях и выражает свою позицию, да, скажем, позицию гражданина, имеет мнение свое, еще интересуется политикой, то, скажем, да, получить уголовное дело, риски есть, и вот, как вы заметили, да, эксперты сыграют на руку, да, тем, кому это нужно, а тема наша все-таки вот вся, как ни крути, сейчас вся закручивается и приходим к этим экспертизам, что получается, вот, именно таким, таким методом, через экспертов, через вот эти экспертные организации, и неэкспертные тоже, мы имеем вот, вот такую статистику. Наверное, в связи вообще с вышесказанными, последний вопрос по визиту генерального секретаря Антонио Гутерреша, который прибыл в Кыргызстан в рамках его визита по центрально-азиатским странам, и его какое-то комплементарное отношение к властям Кыргызстана, вы, насколько я знаю, вы были на этой встрече, с его стороны, было ли выражено какое-то мнение по этому поводу, оценка ситуации в Кыргызстане по свободе слова, по демократии, по другим показателям, очень сильно снижается Кыргызстан, снижает свои показатели в Кыргызстане. Ну да, передат, вы тоже не первые, кто спрашивает этот вопрос. Вообще, на самом деле, да, у нас наша встреча была очень короткая, мы с коллегами, да, буквально, ну, не больше получаса находились вместе, даже, может быть, меньше, 20 минут, каждому было уделено около двух-трех минут, вот, и, соответственно, скажем, да, мы с коллегами все это, ну, разделились, поделились, сказали свое мнение, вы знаете, ну, в большинстве своем сам регламент предусматривал, что мы ему должны сказать, а не он нам, и, в принципе, резюме его было, что, да, я вас услышал, и выводы мы сделаем, вот, ну, а что касается, скажем, каких-то других моментов, ну, мы, честно говоря, уже обо всем этом узнали уже позже, да, то есть, когда уже повстречались, выложили, скажем, да, наши аргументы, наши чаяния, поделились многими кейсами, дали свои брифы, то есть, примерно так, и он сказал, да, хорошо, вот эти письменные все документы, говорит, наш аппарат рассмотрит. Спасибо большое, уважаемые зрители, мы сегодня обсуждали судебное разбирательство по отношению Лжебайшакера, в принципе, все судебные разбирательства по отношению журналистов и блогеров и активистов, о том, как это делается, про экспертизу, для этого у нас в гостях был адвокат Ахмад Алагошев. Спасибо большое, Ахмад Мурза. Я веду передачу Ахмад Бурган, до следующих встреч. Ахмад Бурган, ахмад Бурган, до следующих встреч. Ахмад Бурган, Ахмад Бурган, Ахмад Бурган,